Перед вами микрофон, который я только что купила в китайском магазине. Он стоит 5,50. Вчера, который я показала с Алиэкспресс, он абсолютно не подходит мне ни к одному телефону. Там идет, получается, переходник. Это USB-S. Вот. Я надеюсь, что этот будет подходящий. Хотя я заказывала вот с таким разъемом, как здесь. Мне прислали не то, что я заказала. Это очень как бы обидно. Я, кстати, куда-то делала. Хотела вам показать, как разъем. Если найду, я вам обязательно покажу. Сейчас вот показываю вот такой разъем. Вы видите, да? Если две полосочки, то он, получается, не перекрывает и звука нет. Если три полосочки, то перекрывает. Две полосочки идет. Это как на наушники. И три это вот как для микрофона. Поэтому такая вот разница есть в переходниках. Все. Сейчас распечатаю, посмотрю. Вчера так вечером обрадовалась, что у меня есть микрофон. Потом, как началась с ним возиться, поняла, что сейчас мне неудобно снимать, его распечатывать. Сейчас я это сделаю и включу. Вот так. Вот он прям выскочил у меня. Очень плотный шнур. То, что мне надо. То, что мне нравится. Он не будет так сгибаться. Так, вот так два метра тут видим мы. Кабель, кабель хороший, не тонкий. Быстро не сломается. Вот, наконец-то я вижу тот переходник, который мне нужен. Потому что к тому мне нужно еще заказывать кучу переходников, которые будут вот такой вот иметь потом. В конце концов, переходничок. Вот. Случайно заметила, сейчас с девчонками пошли, они попросили меня там зайти что-нибудь купить им. Ну, такую вкусняшку там какую-то. Там взяла шоколадки. Что-то на снеговом лесочке взяла рисовать, там, вырезать что-то. И увидела я вот это чудо. И сразу видно, как микрофон работает, звук хороший. Меня просили, чтобы я имела микрофон и хороший звук. Вот, мои хорошие. Я его приобрела, слава богу. У меня есть хорошие два микрофончика. Это тоже петличный, он двойной, да. Но я снимаю на него АСМР. Это боя. Он дорогой. Хоть и петличный. Стоимость его, вот я смотрела на Алиэкспресс, 22 евро. Да. А этот микрофон 5,50. Но он как раз, он такой, как бы, хорошее по качеству, не перегнется. Нужно с собой брать его, даже если я выхожу там куда-то на природу, то можно смело записывать видео. Нашла тут микрофон, который с Алиэкспресса согласовала. У нас уже следующий день. И я вам поближе покажу, в чем тут дело. Дело вот в этом переходнике. Видите? Это USB-S называется. Такое. Вот как вот им пользоваться, если он не работает. Я уже и через оперкамеру, у меня закачана специальная такая программа, оперкамера. Просто через камеру, через диктофон пробовала. Нерабочие, в общем, расстроена. Что, что стоит он? 2 евро, по-моему, или 2,50. Ну, я скажу, что с Лункой все в порядке. Мы ее привели, осмотрели. Значит, у нее здесь, где нос, вот так чуть-чуть вот так потухло было. С одной стороны. С другой стороны ничего, а с одной так чуть-чуть. В общем, когда ее кусала оса, это было дома. Еще была маленькая. Кто там действительно вот так вот раздуло у нее все. Час держалась. Вчера все было нормально. Вот она себя чувствовала уже хорошо. Луна, не весь на кровати. Хочешь поговорить, хочешь записать какое-то видео. Плюша, позови ее. Она всегда думает, что я к ней обращаюсь. Мне это абсолютно не нужно. Вот, я хочу немножко поговорить. Хочу, ну, что-нибудь рассказать вам вообще как, на что. Уже у меня на голове такое, я такая вся. Вот, хотели выйти сегодня в горы, но не вышли. По той причине, что мне надо было снимать видео. А после, я думаю, сейчас смонтирую, загружу. Это АСМР я снимала. И потом выйдем. А там уже тучи, там уже смотрю, как-то похолодало. Вообще в горах холодно. Сравнительно, вот мы жили в Солову, мы жили в Лапинеде. Даже в Лапинеде было холодно. Когда мы приехали в Солову, там было теплее. Здесь еще холоднее, чем в Лапинеде. Хотя в Лапинеде, вот помню, был холодный месяц май. Вообще, март я уже молчу. Было холодно, бы даже шапки одевать. Май. Ну, было очень прохладно, ветрено. И так же тут, смотрю, такая вот погода, она прохладная. Так, что-то там у нас. Звуки разные, в общем, записать видео хочу. И я все мешаю. Так, мне мешают записать видео. Сейчас, надеемся, все будет хорошо. Так, значит, что... Раньше я вам показывала, там, что мы кушаем, да? Вот. Здесь вам про питание скажу, что... В общем, я довольна всем. Я не могу сказать, что я там чем-то недовольна. Могу сказать одно, что здесь, конечно, нет того. Тут не шведский стол, нет. Нам дают вот то, что вот дают. Но я так понимаю, что это все как после разморозки. Если вермишелью там ставят, разогревают, размораживают, мы ее едим. Ну, в общем, нормально, скажем. Не шведский стол, но нормально. Это снимать просто не хочется. Ну, оно уже не то, как раньше было, да? У нас все вкусно и все хорошо. Это про питание. Что еще такого сказать, в общем? Вспомнила. Кто-то просил меня показать там, что делает Сережа. Давно я его не показывала. Сейчас, кстати, я его попрошу. Пусть он мне пришлет там хоть какие-то кадры с ремонтом. Кстати, он там все до сих пор эти ремонты делает. Кстати, я даже сама не знаю, что он там сделал. На данном этапе. Но он там работает не один. Все он делал изначально сам. Потом туда, в общем, как бы пришли люди, которые помогают. Которые знают свое дело. Там очень много делают они. Такой ремонт там слишком уж. Такой. В общем, один человек это не оселит. Там надо целый брехат. Поэтому, естественно, я думаю, что там сделали они очень много. Там очень интересно. Сейчас, кстати, спрошу, сможет он мне прислать хоть немножко там такой обзор. Вот. И я вставлю сейчас вот этот кадр. И мы с вами вместе посмотрим. Вот так вот ставятся маячки. Вот раз, два, на углу два. И делается штукатурка. Вот одну комнату закончили. Идеально ровная стена. Вот так вот смотрите. Вот, Сережа мне снял там немножко. У него уже вечер. И, ну, как бы качество может быть тоже, как и у меня. Хотя я вот выставила, как бы, чтобы свет попадал мне на камеру. Вот, тогда я более-менее, как бы, нормально выгляжу. Сережа же снимал в темной комнате. Поэтому там так немножко. Ну, я думаю, что понятно, да. Просто делают ровные стены. Штукатурку сняли. Ну, и буду там окрашивать. Я думаю, уже обои мало кто клеит. Хотя я обожаю обои. Я не могу, я покрашиваю. А я себе в комнату штукатурку. Я не хочу себе. Ты хочешь прям крашеные стены? Да, белую, белую, короче, штукатурку. И я. Чтобы сделать такие ровные стены, то надо штукатурку убирать полностью. А? Ну, вот как папа делает ремонт. Это убирается штукатурка, потом по новой накладывается. И вот тогда будет красиво. То есть это сложно, да? Очень сложно. Проще обои. Но мне обои нравятся, потому что они создают домашний уют. А что еще нужно? Мне кажется, для дома важно, чтобы был уют. Пусть этот домик будет не такой, ну, даже пусть не современный. Но уютный, чтобы там было приятно. Я обожаю шторки. Я обожаю на лодках шторы. Я уже однажды об этом говорила. Но я хотела вам еще как-то рассказать про маму. Да, кто-то вот спрашивал меня, кстати, еще в комментариях про маму. Знаете, это такая вот, как бы, не очень приятная вот тема для разговора. Потому что маму я свою не видела с 13-го года. Да, с 2013-го года я ее не видела. Только по видеосвязи, вот когда она мне звонила. И знаете, когда я ее видела последний раз? Месяца три назад по видеосвязи. И больше с ней связи нет. Вообще никакой. То есть интернет, получается, там отсутствует. Ходишь, что ты там делаешь? Ты глупь, а вот это вот шурудишь. Просто я записывала в видео. Ну, я спрашивала, у меня есть связь с другими, поэтому я как бы, ну, там еще есть брат, невестка, там туда-сюда. В общем, они говорят, что с мамой все хорошо, но там умерла ее свекровь. Они жили в доме, а умерла свекровь, они перешли туда, в квартиру, и там вот живут, а интернета нет. А интернет у них был там, в доме. Поэтому, ну, без связи, как бы, очень плохо. В общем, такая вот тема, но для меня немножко болезненная. Вот, я... Мне вообще кажется, что я больше туда не поеду и не увижу. А мне очень хочется, конечно, поехать. Не понимаете у меня? Я надеюсь, да? Вот, потому что все-таки мама есть мама. А увидеть ее вряд ли, наверное, получится. Вот. Так что как-то так. Вот то, что сейчас известно про маму. Главное, что жива. Вот. А умерла ее свекровь, это тоже не столь приятно, потому что... Ну, понятно, да, что... Ну, это не очень приятно, в общем, это все. Вот. И могу сказать очень такие вот слова о ее свекрови. Это была очень хорошая женщина. Она была замечательная женщина. Она была старше мамы на 10 лет, так как у нее, получается, ее супругу сейчас 52. Да, 52. Вот. Так как-то... Сережа, по-моему, 53, а 53 Сережа... Какое же время так летит? Или 54 Сережа? Я забыла, сколько Сережи. Это что-то. Боже, боже. Это мы уже в разлуке полтора года. Год и шесть месяцев. Я забыла, сколько лет Сереже. Это вообще... Вот это жизнь. Ладно, мои хорошие. Давайте я буду заканчивать все. Подписывайся, кто не подписался. Комментарии не буду закрывать вообще. Пишите. Блокировать никого не хочу. Я надеюсь, что это говорю в последний раз. Я сдержу свое слово. Почему? Потому что посмотрела действительно в Google. Вот перед тем, как Сережа мне вот скидывал видео. Думаю, пусть он там мне вот записывает. А я этим временем залезу в Google. Вот. Я набрала комментарии и увидела, что без комментариев не будет продвижения канал. Это раз. И чем больше комментариев, тем больше продвигается канал. Два. И три. Комментарии. Это все для канала. Я сама его загробила. Поэтому у меня 6000 подписчиков на канале. Благодаря тому, что я просто-просто дура. Вот и все. Все. Удачи. Пока-пока. Пишите мне. Побольше пишите. Никого не заблокируем. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова